Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Как вы знаете, меня зовут Олег Алабудвин, я преподаватель по мануальной терапии, мануальному массажу и другим телесным практикам. И сегодня к нам приехал Дмитрий, он уже давно занимается, он уже смотрел наши видеоролики и использует это в практике. И хотим сейчас мы разобрать нюансы в работе, то есть как и что делается, где приложить усилия, где какую-то точку нажать. В общем, самое интересное, самое сладкое, вот эти все кишечки, то, что обычно проходит мимо ушей, то, что обычно где-то там не видно. Сейчас мы прямо сейчас в этом ролике все раскроем. Так, вот у нас девушка, лежит пациент. Значит, давай так, ты сразу будешь показывать, да? А я буду корректировать. Так, масло в этом дело было такое. Ножки я подворачиваю там, да. Освобождаем. Ну, сразу скажу, что вот у нас ноги... просто был такой вопрос, да, почему такие же пациенты. Ноги лежат на подушке, это может быть валик. Ну, в массажерском центре часто видно, что продаются, да, такие либо круглые там валики, полукруглые. В бедра лежат вот эти поддушные косточки, тоже на специальной подушечке, маленький такой вот, небольшой специально такой женский вариант. Так. А вот диагноз, какая-то, когда человек лежит, вот, и мы впервые с ней знакомимся. Какие-то здесь какие-то нюансы есть, или просто тонус? Диагностику, да, тонус проверяем по мышцам, ну, вообще это бывает с опытом сразу заметно. Нормально размято. Ну, вот здесь. Видимо, часто ходят на нас, да? Или или релаксируйте, медитируйте. Да. Да, тут есть чуть-чуть погрошу подниму. Позвоночник обычно, если есть сколеоз, то сразу видно, человек перекрученный, там, как-то вот такой вот лежит. В данном случае тут пижама все четко. Можно попросить пациента, ну, извините вас так называть, упереться лбом. Светлана, можешь лбом попереться в стол. Больше побольше бомблено. Вот, да. Или руками туда. У данного пациента, да, нет никаких искажений, поэтому особенно очень невинно. В таком случае, можно попросить сделать вот так. Ставим на локти, сюда под плечи. Нет, нет, локтями в стол, локтями в стол. Переслацем в стол, приподнимись чуть на локтях. Приподнимись еще больше. Еще больше? Да. А голову опускаем. Вот. Тогда у нас, ну, вообще-то надо пипецикулярно стоять в столу. Вот тогда у нас открывается обзор, да? Можно будет пропальпировать и прощупать ники есть изменения. Вот они уже заметны. Даже без масла. Не смещенный, как или нет. Да, вот если есть сколиоз, да, вот так вот можно посмотреть сбоку, сзади. При этом, выпивив ножки. Пациент немножко вот так трясти. Проверить его сначала пятки вместе, да? Косточки. Да, косточки совпадают, да. Значит, лежит правильно. Значит, тазовые кости, скорее всего, тоже будут на месте. Значит, уже отсюда не будет идти ускажения. Проверяем таз. Вот, подвздошные косточки здесь. И вот эти вот выемки такие. Смотрите, срочно наклоняешься, да, и уходит там. Да, или когда стоит, да, может тоже там проверить. А что он вышел? Нет, нет, одинаково. В данном случае даже вот я вот как бы нажал посильнее, да? Тучки появились, и мы видим, что они, в принципе, очень симметрично, да? Если чтобы не было реберного горба, тоже вот отсюда же смотрим, да, и видим, у пациента, у которого какое-то нарушение, да, может у нас на трухе больше теряется. Ну, такая-то асимметрия. Да, симметрия сразу будет заметна. Вот, пошла какая-то дуга позвоночника, да, и, как правило, вот этот, эти ребра, они уже мышцы здесь гипертрофированы, и берёбельного гигалка напирают вот так. Вот. Ну, у сколивоза часто это бывает, потому что это не просто искажение С-образное, да, вот такое, а еще и при этом они немножко ротированы, да, то есть вот это ребра с другой стороны как будто поднимается и так подтягивает все назад. Вот. Так, сюда началась уложись. И можно, такой способ есть. А, подожди, может неправильно любить, у меня вот два пазанта было снимать вот сюда. Седьмой и что-то? Седьмой и первый грудной. Ну, вот и? И первый грудной грудной. Они сдвянуты вот сюда, влев. Не обросто внимания, да, давай еще раз. Еще раз на локте, пошире. Вот, прощупывай. Прямо уже смазать масло и прощупывайся. Что сюда он, да? Давай я вам покажу вот так, по мастерам. Ну, вот только, да, прям ели. Что он сюда ушел, да? Да. Вот я сейчас прям покажу. Вот позвонок, ассистент росток. Вот. Вот ушел. Вот. Ну, дальше просто нету. Вот. Ну, дальше просто нету. Сейчас, вполне, насколько. Мне сегодня, что-то кажется. Может, немножко есть. Ну, да. Нащупал. Вот сюда, вот сюда. Так. Вот этот, вот немножко сюда вот. Здесь мышцы тянутся. Да. Ну, может быть, сейчас это тоже есть. Вот, помешаем немножко по-разному. Здесь ниже мышцы, а здесь выше. Вот растягиваются. Вот от этого, может быть, позвонки сдвигаются. Хотя вот изменения мы видим вот в этом позвоночнике. Сейчас, подожди. чтобы краску фломастерами не избить. Постарайся сбоку вот так вот нащупать. Здесь нормально. Я вот пытаюсь здесь, что не нормально. боковой поворот, ротацию позвонков мы сейчас смотрим. Потому что выбитых позвонков сюда, наружу, да или внутрь, их тут нет. Есть только небольшая ротация вот в этом позвонке и вот в этих двух. Ну, правильно, правильно. Вот ты чувствуешь? Вот с боков пальчиками сильно прям придавить. Ну, вот здесь все нормально же, да? Вот я иду, чтобы понять разницу. Дальше, что это нормально. Чувствуешь? Не надо. Не надо. Небольшая ротация есть, да? Небольшая. А дальше? А дальше мы выравниваем с вами нормально. Ну, потому что этот переход груда, да, поясничный, самый такой, подвержен, да? Ну, страдает, так скажем, чаще всего. Я бы не сказал, чаще, не чаще. Поясничный грудной переход вот здесь. Нежно находится, да. Шейно-грудной вот здесь как раз. Это прям середина получается в груди. Неизвестно, от чего это произошло. Может быть, падение было. Может быть, какая-то там школьная травма. Мы про это забыли. Доходим. Если есть какая-то грыжа. Грыжа, прежде всего, ну, процентов 80 бывает вот в поясничной области, да? Это соединение с крестцом. L5, S1, вот тут вот. Можешь так вот нажать сверху вертикальному. Можешь спросить. Больно? Вот так больно? Да, прямо на позвоночнике, да. Может быть, немножко сильно жмусь. Сейчас мы уточним. Где была боль в мышцах или внутри позвоночнике? Можешь, да? Ну, не должно у тебя быть грыжа. Значит, это не грыжа. Так, но болезнь внутри. Это кость. Нет, да? А тут? Ну, кость. Кость болит, да? Кость болит, да? Вот здесь вот. Не болит? Не болит? Ага. Тут вот начинают нервы выходить. Вот здесь не выходит. Дальше нет. Можешь проверить вот здесь. Тут не болит? Ага. Не надо, да? Здесь тоже нет. Ага. Вот. Значит, сейчас это все фломастер сотрется, да? Мы запомнили, да? Вот тут два. Мы перебудем. Так, давай. Теперь наша технология в чем заключается? Мы отличаемся от классического массажа тем, что это мануальный массаж. Это моя, кстати, авторская методика. Взято все из практики. То есть то, что клиентам, пациентам наиболее быстро приносят пользу, да? Это все я использую. Я это все, конечно, доношу до людей. Просвещение, так называют. Так сказать. Занимаемся, да? Давай, начинай, показывай, что ты делаешь. Мы начнем просто с... Самышнем последовательстве. Поглачем. Растирание, да? Это выжимание? Да, да, да. Это... Это... Никто не отменял. Просто... Надо предупреждаем. Может, как подлить. Нет, это просто мы сейчас не будем на этом внучать. Внимание обращаясь, да. Потому что это делается в данном случае достаточно быстро. Нам интересует именно мануальная техника. Она пойдет дальше. после растирания, после поглаживания. Так, вот ты сразу с двух сторон делаешь, да? Ну, я и комбинирую, и... Ну, даже побыстрее. Там, конечно, нормально. Темп хороший, нормально. Ну, в растирании я бы добавил там побольше. А, в растирании, конечно? Ну, смыслом на поглаживание вот тратить много времени я вообще не вижу. Самое главное, что, если погладить, допустим, да? Давайте, в растирании сразу, да? Не наглаживать там, в доме. Ну, здесь бы еще. Да ладно. А вот это да. То есть, в растирании. март. Смышечки. Ну, теперь то нещем. Что там было? Ну, ну, следовина. Возвращаем, что там уже низко. Ну. Ну, это выиграем. ну во первых нет смысла вот так вокруг пациента сюда и сюда ходить лучше с эргономичной ценностью сохраняя в себе оставаться как можно больше на одном месте да уж поворачиваться если у того переходим все на почву пользу тогда уже будем плотно занимаемся с этой стороны если переходим только на иголицу только плотно занимаемся вот у тебя не хватило ты вообще в принципе вот это вот растирание разогрев вечно слоев как правило он не обязательно используется один раз он постоянно но в принципе это одна из ошибок многих мастеров они все делают кусочками то чуть-чуть 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 и наш нету законченности движения а движение гораздо лучше принципе пациенту будет приятнее когда какую-то начало где-то там закончилась или вот мы какую-то мышцу взяли проработали более подробно на плечо можно сразу разминания включить локтем и дальше я перехожу на другие мышцы вот я продолжаю продолжаю это движение это здесь она переходит сразу плавно следующее движение пальчиками то видишь между ними как бы есть такая сцепка линк между каждым движением есть линк и дальше вот смотри что начинать сразу воздействие на космосферочный аппарат каким образом идет в том что во все практические приемы я включаю вибрацию вот о том какая это вибрация как раз мы поговорим в следующем нашем видеоуроке поэтому не переключайтесь нас на этом канале буквально сейчас мы все вам это продемонстрируем в чем смысл вибрации